Колонка Sven PS350. Розничная цена ее в районе 3,5 тысяч рублей. Вес килограмм 700. Производитель заявляет, что здесь у нас 30 ватт, но на самом деле тут всего лишь 20 ватт. Если мы разберем и посмотрим, то внутри стоят два динамика по 10 ватт. 30 ватт достигается с помощью усиления звука, и это влияет на максимальную громкость. На максимальной громкости данная колонка орет хорошо, басиста, но при этом уже звук самой мелодии различается плохо. Эта колонка, на мой взгляд, по звуку подойдет именно для молодежи, потому что у нее звучание такое басистое, и понравится тем, кто привык слушать колонки GBL, где вот этот вот бас, это основное, что требуется от колонки. Корпус сделан полностью из пластика. Пластик ручки составной, но это не очень хорошо. Но опять же, она не отпадывает, но при этом скрип какой-то у нее есть. Материал довольно хорошего качества. Есть влагозащита. Топить ее, конечно, нельзя в воде, но если дождик попадет, то никаких проблем не будет. Но это с учетом, если вот эта заглушка закрыта. Кнопочки под резиновой накладкой. Есть светодиод, который сигнализирует нам о том, что какой режим включен. Либо радио, либо Bluetooth. Кнопочки нажимаются нормально, стандартно. Кнопочка плюс, кратковременная или минус, это громкость вверх-вниз. Если долго зажимаем, то трек вперед, трек назад. Если в режиме радио, то это у нас радиостанция вперед или радиостанция назад. Есть отдельная кнопочка для того, чтобы отвечать на звонок. Есть встроенный микрофон. Два метра эта колонка спокойно берет микрофон. И вы можете спокойно общаться. А вы, естественно, будете собеседника слышать через динамик. Пассивные излучатели. Либо металл, либо металлизированный пластик. Непонятно. Ход довольно маленький. Резина, ну, я бы не сказал, что уж совсем качественная. Но такое ощущение, что она, на мой взгляд, не очень качественная, если сравнивать ее с другими колонками. Резиночка мне вот эта не очень нравится. Она какая-то невнятная. И одной рукой ее довольно сложно закрепить. У нас есть AUX, есть microSD до 32 гигабайт в формате FAT32. Есть USB, тоже формат FAT32, не больше 32 гигабайт. Есть разъем зарядки microUSB. Есть индикатор зарядки. Когда мы заряжаем колонку, то светодиод горит. Когда светодиод погас, значит колонка у нас полностью заряжена. На дне у нас есть такая вспененная подушечка материала. И эта вспененная подушечка мне не нравится. Потому что, если поставить ее на что-то неровное, на какую-то грязь, то эта вся грязь царапает эту вспененную подложку. И она выглядит не очень уже красиво. По радио. Радио ловит, ну, так скажем, не очень хорошо. Я сравнивал с другими колонками. И, ну, так скажем, она без антенны, которая играет роль провод AUX, в глуби комнаты вы будете слушать всю музыку с шипом. Если около окна и прямая видимость радиоретранслятора, то еще звук более-менее. Но вот в глуби комнаты без антенны, конечно, уже без этой не обойтись. При подключении по Bluetooth в шторке верхних уведомлений в смартфоне вы будете видеть, сколько осталось процентов заряда данной колонки. Но производитель скрывает, какая версия Bluetooth. Но, на мой взгляд, здесь версия Bluetooth идет у нас 4.1 или 4.2. Но явно не пятая версия. Ну, не надо переживать. Многие думают, что пятая версия Bluetooth как-то улучшит звук в подобных колонках. Но вы должны понимать, что это колонки-среднички. И даже сюда, если встроить какой-нибудь Bluetooth 10 версии, то не особо вы что-то улучшите звучание. Потому что все-таки, еще раз говорю, это средничок. Тем более за небольшие деньги. В целом, колонка мне нравится. Я ей пользуюсь, и моя семья пользуется около года. Никаких нареканий к ней особых нет. Кроме того, что на большой громкости захлебывание у нее идет. По автономности заряжается она в районе двух часов. На максимальной громкости она может проработать где-то около трех часов. На минимальной громкости, ну, где-нибудь 10-15% в режиме фонового воспроведения музыки, она у нас может проработать до десяти часов. Это, в принципе, хорошо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok